Здравствуйте! Вы смотрите новости Примеусе. С вами Руслан Трофимов и сегодня в нашей программе. Активистки общественного движения «Матери России» в своей работе решили сделать акцент на консультативной помощи и обратить внимание на неблагополучных родительниц. На 22 июля всего по району было обмолочено более 64% площадей колоссовых со средней урожайностью 41,2 гектара. На таках хозяйств лежит почти 185 тысяч тонн зерна. 12 укусов гюрзы и 4 укуса кобры – все это производственные травмы. У Владимира Бабаша одна из редких и опасных профессий на Земле. Более 30 лет он работал ловцом ядовитых змей. И теперь более подробно. 17 июля в библиотеке собрались активисты Матвея Курганского отделения Всероссийского общественного движения «Матери России», которое в нашем районе существует чуть больше года. В повестке дня стояло несколько вопросов. С докладом о проделанной работе выступила координатор этого общественного движения в Матвеево-Курганском районе Оксана Жукова. При участии наших матерей России состоялось множество акций и мероприятий, цель которых – оздоровление нашего общества как физическое, так и моральное. Совместно с областным центром семьи и репродукции человека, Министерством здравоохранения Ростовской области и сектором по молодежной политике и отделом образования провели обучающий семинар для девочек 10-11 классов по теме физиология девочек-подростков, подготовка к ответственному материнству, современные методы контрацепции, как альтернатива аборт, инфекции, передаваем половым путем, целомудрия, как основа сохранения респродуктивного здоровья. Также нам известно, что те неприятности, которые произошли у нас на Украине, это на территории нашего района было очень много беженцев. То есть ей значительно потребовало много усилий всех органов власти, ну и жителей района. Наши матери России на региональном уровне оказывали очень большую поддержку, это гуманитарная помощь, а также и мы со своей стороны небольшую помощь, но мы оказывались семьям в обустройственной работе, то есть где-то продуктами питания, то есть дополнением где-то документов, то, на что хватало наших сил и возможностей. Решено расширить спектр работы на все сельские поселения, чтобы жители отдаленных населенных пунктов тоже включились в это нужное дело. Хотелось, дорогие наши мамочки, в первую очередь нацелить вас на то, чтобы мы, как и было в начале, для чего собиралось наше объединение Матери России усилить наши силы и создать сильную команду с участием каждого, чтобы мы могли развивать и реализовать проекты и цели нашей организации. Наше материнское сердце, оно наполнено желанием нести счастья своим детям, а значит и нашему району. Оксана Валерьевна поделилась планами на будущее и предложила присутствующим включаться в реализацию проектов и программ, которых сейчас существует великое множество. Одна из них – «Гармония жизни». Это программа тоже школа ответственного родительства, где мы можем тоже давать консультирование по воспитанию детей. Туда входят модули охрана респродуктивного здоровья матери, ответственное родительство, то есть не только родителей, но и детей, консультирование, мы будущие родители и счастливая семья. То есть итог всего этого – счастливая семья, чтобы сократились разводы как можно меньше, чтобы дети перестали наши страдать от того, что когда родители разводятся. Вот такие программы. Женщины поделились своими идеями и планами. Прозвучало предложение акцентировать внимание на консультативной помощи. Возможно, надо организовать какую-то горячую линию, некий консультационный пункт, потому что, естественно, есть родители, у которых вознимают какие-то проблемы с детьми. И вы можете, знаете, не то что консультации давать, а, допустим, записать проблему, нет, и дать телефон, и, допустим, пригласить сюда, на сократную большую группу людей, у которых есть проблемы, пригласить сюда специалиста. Ну, то есть как бы общественная организация, она является неким проводником между людьми, которые нуждаются в какой-то помощи, и вот тем государственными структурами, которые есть, которые могут им помочь. Может быть, это, допустим, мама, которая там, не знаю, есть какие-то у женщины проблемы со здоровьем, но не находит она там внимания, допустим, нашей поликлинике, может быть, есть консультация у кого-специалиста есть, но она знает, что у нас есть вот такая организация «Матери России», которая, по крайней мере, может ей помочь в том плане, что направить, сказать, вот здесь, допустим, в Ростове есть такой вот центр диагностический, который и, допустим, вы, как руководитель или ваш главный, можете, допустим, помочь ей записаться на консультацию. Участницы общественного движения единодушно сошлись во мнении о необходимости обратить внимание на неблагополучных мам, уберечь тех, кого еще можно спасти от деградации и помочь встать на ноги. Когда мы еще в свое время были членами Женсовета, в основном, конечно, мы делали внимание на неблагополучные семьи, потому что в каждом поселении есть семьи, которые, ну, мамочку даже, наверное, не воспитаешь, а ребятишки здесь и не при чем. И получается, что борются в основном только на поселении, вопечительские все советы, там, другие организации. Я бы с таким предложением, чтобы в этот неупустимый момент, потому что это одна работа, а другая работа еще с работой с детьми и, может быть, на хороших примерах именно этих мамочек и воспитывать, понимаете? И какие-то мероприятия именно для таких. Я больше чем уверена, что такие мамочки не будут звонить на горячую линию и консультироваться. У них одна консультация, два ребенка в год, и потом вот так они ухаживают за ними. Поэтому, если можно внести это, именно на такие семьи обратить внимание, это очень серьезно, очень. Также прозвучало предложение оказывать дань уважения самым достойным родителям сел и хуторов своего поселения, чтобы на их положительном примере воспитывать молодежь. Вот у нас будет День мамы 28 ноября, чтобы мы могли показать, что есть у нас мамы замечательные, ну все хорошие, замечательные, понятно. Но вот в один год одну, на следующий год другую. И это будет заметно, это будет тоже ощутимо, мне кажется. День семьи, вот прошел, но в этом году не успели ничего. А на следующий год, вот когда будет у нас вот эта база, эта информация, кого мы пригласим на уровне, может быть, совместно с администрацией, от главы района и от нашей организации мы сможем поздравить. На собрании избрали заместителя координатора и совет Матвеева-Курганского отделения Всероссийского общественного движения «Матери России», в который вошли представители от каждого сельского поселения нашего района. Также решено избрать совет отцов, в который войдут самые достойные папы Примиусия. Уборка посева в ранних колоссовых в Матвеево-Курганском районе вошла в завершающую стадию. По данным оперативной сельхозотчетности, на утро 22 июля всего по району было обмолочено более 64% площадей со средней урожайностью 41,2 гектара. Валовый намолот составляет 184 589 тонн зерна. Первыми в районе завершили жатву хлеборобы УАО имени Ленина, намолотившие 5,5 тысячи тонн зерна со средней урожайностью 39,5 гектара. Среди крупных хозяйств лучшая средняя урожайность в СПК «Колос» – 54,7 гектара. 81,4% убрано и 12,3 тысячи тонн намолочено. Второй результат по урожайности в СПК «Родина» – 54,1 гектара, убрано 92,9%, намолочено 15,5 тысяч тонн. В ходу жатвы мешали частые кратковременные дожди, но сейчас погода позволяет вести работу максимальными темпами. Одновременно на полях ведется заделка пожневных остатков и подготовка почвы к осеннему севу. Солома частично тюкуется для нужд животноводства, хозяйств и населения. Поля не выжигаются, работа идет в штатном режиме, без серьезных происшествий. Змеи лов – одна из самых опасных и редких профессий на Земле. Один из них, Владимир Бабаш, сейчас живет в Матвеевом Кургане. Кобра в оборонительной позе. Кто же напугал ее? Знакомьтесь, Владимир Бабаш, заведующий серпентарием, что находится на юго-западе Туркмении. Весной работники серпентария отлавливают необходимое количество змей с целью получения яда для медицины. Владимир Михайлович поможет нам познакомиться с коброй поближе. Отдельные экземпляры кобр достигают двух метров. Это фрагмент документального фильма 80-х годов из серии по страницам Красной книги. В нем Николай Дроздов рассказывает о кобрах и об одном из самых опытных змееловов Советского Союза. В то время Владимир Бабаш возглавлял группу работников каракалинского серпентария в Туркмении, считавшегося одним из лучших в стране. Ну а первое близкое знакомство со змеями у него состоялось почти полвека тому назад. В армии пришлось познакомиться с этими ползучими ребятами. Они, как говорится, ключевую роль сыграли в моей дальнейшей судьбе. Как произошла первая встреча? Помните ее? Конечно. Сидел под тенью грузинских кустарников и вдруг слышал «псс-псс-псс-псс». Посмотрела она от меня в полметра, подползла. Она шла по своей дороге на охоту куда-то, а здесь я оказался на дороге. Говорит, зайди, не мешай. Я встал, но я ее не тронул, у меня голые руки, понятия не было, что дальше, но я знал, что это такое. От информации уже трое, три человека с нашей части комиссовали из-за укоса грузы. Один человек умер. Вскоре в его трудовой книжке появилась необычная запись «Внештатный охотник. Ловец ядовитых змей». Со временем приходил опыт, за который приходилось дорого расплачиваться. Просто просчеты и лишняя храбрость, излишняя проводили к этому. Первоначально это вот этот палец укусила, герза хорошо. Где-то фотография от него есть. Это тоже получил. Вот это я получил, змею отогрел в руках, небольшую, 70 сантиметров. Она наконец отблагодарила. Вот так. И таких благодарностей у него 16. 12 укусов герзы и 4 укуса кобры оставили неизгладимые шрамы на руках и груди отважного охотника. Из всех змей наибольший интерес для него представляют кобры. У меня несколько раз были случаи, пока налавливал новых змей. Каждые 10 дней прием змей был от сезонных и штатных. А потом пересчитывалось, должно быть столько. Должно быть 80, а есть 72. Выхода из вольеры нет. Я сам делал вольеры. Присутствовал днем и ночью. На строительстве стены вольеры, как вот этот забор, однотипно, гладкий. А потом сетка с наклоном на внутреннюю сторону вылезти никак никто не мог. Они пожрали друг друга. Потом нашел, увидел одну, поймал, как говорится, с преступлением. У нее хвост торчит со рта от другой кобры. Кобра, конечно, имеет приоритет перед всеми остальными. Она не способна укусить. Даже если на нее наступишь, не каждый раз открывает пасть. Это готовность к укусу. Как говорится, идет в атаку. Надо отпустить хвост, не стоять на нем. И чем быстрее, тем лучше. Вообще никакая змея в мире не кусает человека ни за что. Владимир Михайлович считает, что у многих людей неправильное представление о змеях, что они коварные и подстерегают людей. Ему часто приходилось жить в палатках, а то и под открытым небом. И говорит, ни разу змея сама не приползала. Многолетнее сотрудничество со змеями позволило досконально изучить их повадки. Бабаш знает о них все. Кстати, по восточному гороскопу он и сам змея. Змея – это охота, своеобразная. И для меня это очень интересно. Каждая змея ведет себя по-своему, по-разному. У них свой характер. Предстретись с человеком, одна говорит – здравствуй, а другая – до свидания, не связывайте со мной. Какими качествами должен обладать змеелов? Прежде всего, физически здоровым должен быть. Особенно должны быть развиты ноги. Мне этому способствовало занятие спорта в Старобежинском районе. Велосипед гонял в Донецк через день. Тренировался. Без мала 9 секунд не хватило на мастера спорта, на норму выполнения. Вот эти ноги в порядке, держат его целый день, и он упорно трудится, понимает, помнит, где и как искать, как ловить, и в какое время змея еще прохладная, а когда уже перегретая, может прыгнуть до носа. Владимир Михайлович – человек легендарный. О нем не раз снимал документальные фильмы Николай Дроздов. Засветился бабаш и в художественной литературе. В романе Карелина «Змейлов» он упоминается как учитель главного героя. В журнале «Москва» за 82-й год, апрель месяц, если хотите, найдете в библиотеке, в этих подшивках, в архивах, журнал «Москва». Он напечатал, привез мне, подарил. Все равно я его отругал за то, что он не согласовал, не спросил. Не то, чтобы спросить, а лично самопально выдал мою кандидатуру в свои герои. А это, и то, что он написал, не согласованно, никак не вписывается в «Змейловскую жизнь». А в чем она заключается, эта «Змейловская жизнь»? Ну, он, видите ли, воспринял, что «Змейловым» может быть каждый, желающий. На самом деле, далеко не все. Большинство из них, ежегодно 15-20 человек приглашались на участие, минимум, а то до 30. И из них 1-2 набирали проходные баллы на следующий год, остальные нет. А некоторые уезжали сразу, день-два посмотрят на эту картину. Я их три дня каждого водил, показывал, обучивал, как надо работать крючком и сачком, и с пойманной змеей обращаться, чтобы не получить такой укус, как вот этот. Через мешочек укусил. Она видит отлично все. Это мы думаем, что она дура. А на самом деле это… Она видит и чувствует тепло, откуда излучение идет, инфракрасное. И туда делает бросок, а там выпуклый пальчик был. Получил. Из-за профессиональных неточностей в самом романе и в киносценарии принципиальный Змейлов отказался сниматься в одноименном художественном фильме и быть его консультантом. Я им говорю, ребята, кино будут смотреть и специалисты. Не одни вы. А специалисты посмотрят и мне поставят к стенке, кто там баран был. Меня вычернете. Они на меня все равно ссылались. Он мне сказал, спасибо за уважение. Он мне сказал, я написал, потому что это все-таки роман. Я мог придумать эту фамилию сам. Так ты не мог придумать, говорю, Каракова и фамилию. Впрочем, это лишь незначительный эпизод из его жизни. Глядя на кадры другого документального фильма, снятого уже в 90-е годы, поражаешься выдержки герпетолога. Он осторожно крючком достает животное из ящика. И вот змея на гладкой поверхности стола. Плоской деревянной дощечкой Владимир Михайлович прижимает змею у самой головы. Правой рукой он берет ее за голову, а туловище зажимает у себя подмышкой. Гюрза сопротивляется. Длина ее тела более метра и весит она около двух килограммов. Это мощный жгут из живых нитей. Нужно быть предельно внимательным. Длина ее тела более метра. Змея дает 70 миллиграмм за один сбор яда. В среднем юрза. Это в среднем. Одна меньше, другая больше, чуть-чуть. Так в этой связи лекарства из ферментов можно делать очень много. Ферментами можно практически управлять человеком. В свое время в Новосибирском отделении Академии наук открыли эту возможность. И мне сказали, когда я был там с экземплярами змей для показа правильной сушки. И на выходе я получил такую информацию. Восемь человеческих процессов можно уже управлять ферментами. Вместе со своими подчиненными Бабаш снабжал змейным ядом практически всю фармацевтическую промышленность Советского Союза. А когда он распался, финансирование серпентария прекратилось. И Змеелов вынужден был уехать из Туркмении. В Россию он возвращался с мыслью о своем любимом деле. Поеду, думаю, пока я жив и здоров, надо чем-то заниматься. Потом яд, который я провозил, производил, по качеству своему составляет 80-90% протеина, белка. Никто такой яд не производил и не производит. От чего зависит качество яда? Вот это секреты фирмы. За этими секретами настойчиво охотились американцы. Очень выгодный контракт предлагали. Но у Владимира Михайловича были другие планы. Построить змеиную ферму в России. И он еще надеется, что это его мечта осуществится и делает все возможное. Он Змеелов и не привык отступать перед трудностями. Галина Запорожцева, Андрей Лунев, телекомпания «Премиуси». Это пока вся информация. Эти и другие новости вы сможете найти на нашем сайте meus.info. А я с вами прощаюсь. Желаем хорошего настроения. Продолжение следует...